Всем привет! Сегодня у нас будут новости Турции. Но в основном новости у нас будут о коронавирусе и ситуации. Открыты границы, как вы знаете, с 1 августа. Все-таки все полетело у нас. С 10 августа это уже перелеты, я имею в виду Россию, Анталия, направление. Но Москва-Стамбул открыли с 1 августа. У нас уже знакомые, которые прилетали. По условиям прилета, карантинам, сел и прочего. Честно скажу, мне не очень приятно, когда я открываю Google. Google же выдает новости по геолокациям. Естественно, вся эта система закручена в Инстаграм, Google, Facebook, все прочие дела. Геолокации, слежка за нами это все. И мне выдаются новости на русском языке какие-то там о Турции. Постоянно. Когда 1 августа открыли полеты, на 2-3 день понеслось просто шквал вот этих типа новостей с заголовками очень громкими. В Турции поднялось количество заболевших, там все заболели короной. Там все дорого, плохо, все туристы плюются. Короче, один негатив. Это заказные, естественно, статейки. Просто мне это было не очень приятно читать. Открываешь статью, по факту там ничего нет. Там просто вырван из абзаца какое-то предложение, вставлено заголовок для громкого заголовка, чтобы были просмотры, зашли это посмотрели. Читаешь статью, там она пустая вообще. Никакой, по сути, информации по делу нет. Так вот, да, я вижу туристов. Буквально с 1 августа их стало Стамбулю больше. Открылась не только Россия. Открылся арабский мир. Это из Ирана очень много. У меня просто соседи арабы есть. Но сразу появились соседи арабы, вернулись. Какие-то новые все-таки личности, скажу вам. Не те, которые всегда регулярно у нас живут. Все равно, когда ты живешь, одни и те же люди рядом, примелькиваются, ты их лицо узнаешь. Другой контингент даже, я бы сказала. Кто еще? Англичане также полетели. Ну, естественно, русские белорусы, украинцы и белорусы давно летали, но они в Анталию, в основном на курорты, в Стамбул не очень. Ну и русские полетели сейчас. То есть летят не только русские. Да, у нас, к сожалению, скаканула вверх статистика по заболеваниям, выявленным новым короной. Да, это связывают с открытием границ. Никто не говорит, что это из-за России, например. Вот в России сильно много болеет. Вот как поехали, все заболели тут в Турции тоже. Тут, короче, копать в этом, искать правду, уже смысла нет. Мы уже сами, знаете, все настолько не понимаем, где правда, где нет. Я в Турции, как в России, как в других странах, уже непонятно. Но понятно одно, что Турция, по крайней мере, по народным вот этим настроениям, я думаю, что не рискнет делать карантин потом в сентябре, в октябре закрывать повторно. Если, ну, не супер, конечно, да, там, будем говорить, да, если все как сейчас остается, ничего закрываться не будет, потому что экономически не только это невыгодно, это страшно. Люди пойдут и в протесты, люди такие, знаете, уже выпускают иголки на эту тему, посидели, скажем так, поголодали, работу потеряли, никто повторять это не захочет. Больницы пока справляются, короче говоря, так оно и идет. Но вообще, как бы, официально Германия 4 августа, я читала, но с 4 августа вроде как официально Германия объявила о том, что началась вторая волна коронавируса, но она, вот по плату, которым мы последние 2-3 месяца развивались, шли, она так и будет идти. Да, небольшой всплеск есть, но таким типа плавным, горизонтальным, не вверх скачущим, как в первое время, и будет. Слава богу, мы пошли по этому сценарию. Если хотите, поищите на тюбе, есть такие варианты, там, как пандемия разворачиваются, либо вот так, как у нас был пик, потом горизонтальный спад, и плата идет, как у нас второй пик чуть-чуть повыше, и все равно, как плата идет горизонтально, либо бывает вторая волна, тоже пиковая, и опять там она тоже падает. Ну, на слава богу, это горизонтальная волна. Экономика, больницы сильно не страдают. По поводу больниц. Я в больницах была, какие-то анализы, по-моему, что-то задавались ребенком. Короче, не супер там, много народа уже. Короче говоря, больницы, здравоохранение сейчас на данный момент справляется, все в порядке. По сути, мы живем все той же самой жизнью, просто мы везде обязаны носить маски, даже там на улицах. Повторюсь, у нас штраф 900 лир, это 9 тысяч рублей, если тебя полицейский поймал без маски. Маски носят не все, так что, знаете, жара адская. У нас в Стамбуле 30, там, 1-2 на градуснике, а на солнце это все 40. Вот, так что, ну, в масках ходить, в принципе, тяжело. Ну, в публичных и общественных местах, просто в торговых центрах, например, в магазинах, в магазинах все сотрудники об этом напоминают, наденьте маску, да, там, линоносно тяните или еще что-то. И в магазинах, в торговых центрах есть даже всякие, ну, в торговом центре возле моего дома, не будем голословными. У нас есть такая теперь делегация людей, которые на роликах гоняют по торговому центру, в специальной одежде, и всем напоминают, типа, кого видится клиентов торгового центра, просят натянуть маски, короче, на лицо. Так что напоминание, вот эти, какой-то социальный, типа, контроль идет. Что еще по новостям турецким и открытию границ? Туристы едут, крупные отели работают, вот что скажу, средний сегмент очень сильно провалился, что, собственно, и должно быть по экономике. Сама искала отель для отдыха, и работают только очень суперлюксовые дорогие отели, которые еще и... цены не упали. Цены даже подросли, очень люксовые дорогие отели открытые, которые сетевые, либо у которых есть средства, которые открываются, корона, не корона, им вообще пофигу. Либо очень-очень дешевые, скажем так, беспонтовые отели, которым просто деваться некуда, им надо выживать каким-то образом, они на все наружу наплевали, они открываются. А вот средний сегмент ценовой найти сейчас труднее. Все, кто открылись в среднячок отеля, они все переполнены, у них уже броня забита, потому что очень много людей. Потому что среднего такого по кошельку найти трудно. Они, как правило, либо маленькие сети отелей, 2-3 там в сети частные отели, хорошее качество, чтобы было достойно, не супер какие-то старые отели. С этим посложнее. Среднего сегмента либо очень дорого, либо очень дешево в плане низкий уровень отелей, сервиса и всего-всего прочего. То есть чего-то хорошего, за хорошую стоимость, чего-то среднего достойного трудно найти. Вот я, по крайней мере, искала, не могла найти. Очень много закрылось, к сожалению, бутик отелей много. Это печально. Я искала бутик отель, короче говоря, скоро, наверное, будет видео. Кто знает, кстати, хорошего парикмахера, чудесного в Мармарисе, по Блонду, дайте контакты, я вас слезно прошу, не нужно. Мы хотим поехать в ту сторону, в общем. И смотрели, где останавливаются отели по дороге, бутик отели. Очень многие закрыты, к сожалению. Выбор именно бутик отелей, маленьких, частных, хороших отелей, небольшой выбор. Ну, вот так такую историю вам обрисовала. По поводу новостей. Ну, давайте немножко старейной копнем, это было пару недель назад. Но все равно отмечу, что по поводу Аэсофии у нас, это даже в российском телевидении показывали, по российскими новостями я видела, да, то, что первое, когда первый молебен был в субботу или воскресенье, не помню, две недели назад. Это очень, конечно, онлайн транслировали, все там президент, все дела, вообще все пафосно. Я рада, что люди там могут пойти там помолиться. Меня лично это никак, история не затрагивает. Я не религиозный совсем человек, так как музей остается работать. Как музей меня это радует. Но так скажу, что именно брать пандемию, скажем так, ну, не двуличность, с какой-то стороны лицемерие, властей, да, все типа в масках, но такое скопление людей было искусственно вот этой новостью, вот этим молебном первым создано. Этот ажиотаж показывали по телевизору, сколько людей пришло помолиться. Я не наезжаю ни в коем случае на религиозных людей, кто хочет, это вообще, конечно, без проблем. Но просто эта ситуация была, да, незакономерная, искусственно созданная государством. Сколько людей пришло помолиться, неудивительно, что потом возросло количество новых случаев заболеваний. Да потому что там яблоку негде было упасть, столько народу, там все вокруг Айсофии, все в центре площади у Султана Ахмета, все забито людьми было. Какая социальная дистанция, ну, елки-палки, разве это было настолько нужно, такая нужда этого большая была? Ну, я вам сказала, что это инфоповод для обсуждения каких-то уводов человеческих изысканий, интересов от каких-то более важных тем. И с последнего скажу, что у нас резко вчера, скажем так, кризис, у нас возрос доллар, скакануло 5, блин. Ой, 7 с чем-то, он уже стал доллар в Турции сейчас, 7 лир, 7 с копейками, я сейчас 7,8 вроде бы, я сейчас не буду врать, точно вам не скажу, можете посмотреть, естественно, все в интернете, но резко скаканул, так что ждем повышения цен на все, на продукты питания, на жизнь, на иностранные какие-то продукты. Только в пандемию все выросло на 20-30% у нас по стоимости, теперь вот еще и доллар сейчас скаканул. Ничего удивительного, собственно. Еще какая тема здесь обсуждаемая, ну, среди, скажем так, не вся страна это обсуждает, ну, такие думающие люди, сострадающие, кому есть дело до новостей, конечно, это то, что случилось в Ливане, это просто вот этот взрыв, который просто стер с лица земли полгорода, и просто люди пострадали. Почему лично здесь, в Турции, очень это восприняли, потому что это рядом, во-первых, географически, во-вторых, здесь до сих пор хранится память о страшном землетрясении 98-го года. Здесь мы все боимся землетрясений, и то, что произошло, по сути, этот взрыв, это как землетрясение. Катаклизм природный, землетрясение непредсказуемый, разрушительный, люди умеют, и, по сути, то же самое произошло в плане разрушений очень огромные. И это страшно. Люди, то есть, не могли как бы… Проблема, я как психолог скажу, да, в том, что это ощущение того, что безысходности какой-то, что-то происходит страшное, ты можешь умереть, страх за свою жизнь, но изменить этого ты не можешь. Ты не… Видишь, да, там, например, взрывная волна идет, не все догадались, что это вообще взрывное… Что-то взорвало, что сейчас до тебя это дойдет, да? Не у всех такой опыт есть. Но и убежать куда-то спрятаться, не порезаться стеклами разбитыми, вообще остаться живым, не оглохнуть, что-то там, наверное, все перепонки разорвало нафиг. Это очень та же, какая же безысходность, как при землетрясении, завалах всяких, разрусье. Так что это просто… Люди здесь очень об этом активно разговаривали. Просто не по телевизору, я имею в виду, а люди, живущие здесь, очень соболезновали. Это, конечно, страх. Это просто ужас. И я вот думаю, блин, 21 век, вот, чисто от себя, да, человеческая халатность привела к таким последствиям. Дело, да, даже не только в оставленном, брошенном грузе, да, бесхозном. Черт побери, вы столько лет хоронили, почему вы его не ликвидировали? Это же какая-то экономия финансов, да, по ликвидации. Вот эта минная бомба, скажем так, которая была заряжена, и она все равно, когда-то бы что-то случилось, она могла рвануть. Почему люди сами-то не предотвратили? Я имею в виду госслужащие, которые об этом и обо всем знали, и не предотвратили это. Это просто ужасно. У меня нет слов. Просто, к сожалению, просто это тот случай, когда каждый может оказаться на этом месте рядом с нами, что тот всегда может взорваться. Это страшно. Мне очень жалко людей пострадавших. У меня просто нет слов. И я вам, если кто-то меня оттуда смотрит, из Бейруты, у нас просто русскоговорящая диаспора немаленькая. Я вам всем желаю держаться, переживете, все будет нормально. Такое случается. И, считай, вы сегодня заново, я имею в виду сегодня, вот в эти дни, события, в эту неделю, вы заново родились. Кто остался жив, вы просто в рубашке родились. Год 2020 скоро закончится, осталось всего лишь несколько месяцев. Так что не переживайте. Держитесь. Помогайте своим ближним. Я всегда об этом говорю. Всегда надо помогать, и вам это все вернется еще с большей силой. Честно скажу, я вам рассказывала до этого видео, что я помогу за всю вот эту пандемию, вот эту всю, когда мы сидели дома, вот это ощущение помощи и всего-всего прочего. Много-много-много чего все переработало. Очень сильно себя изменило в этом плане. И я, в принципе, не была никогда жадным человеком с копой, но к помощи по-другому стала относиться. Вот пошло несколько месяцев, я уже сейчас чувствую, как ко мне это возвращается. Я встречаю хороших людей, людей, которые тоже готовы для меня что-то делать, мне в чем-то помогать. Это очень-очень сильно приятно, потому что мы создаем свое окружение. Ненужные люди от нас отходят в нашей жизни по каким-то поводам, причинам. Я так скажу, это все тоже непросто в вашей жизни происходит, так что не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, все будет нормально. Спасибо за ваше внимание, жду комментарии под видео. Если есть какие-то вопросы, комментарии, задавайте. С удовольствием почитаю. Скоро увидимся, всем пока.